Всем доброго дня, это Гелиосар и Биология просто. Учебник биология, живой организм, 5-6 классы, за авторством Сухоруковой, Кумченко и Колесниковой. Параграф 14. Работа с лупой и микроскопом. Вспомните, какие увеличительные приборы вам известны и с какой целью их используют. Что ж, увеличительных приборов не так уж и много. По сути, есть простой увеличительный прибор, это обыкновенная лупа, более сложный это микроскоп. Микроскопы делятся на обычные оптические, в которых используются обычнейшие линзы. Есть более сложные электронные, позитронные, лазерные и целая куча всяких других электронных, грубо говоря, микроскопов, которые позволяют производить очень уж серьезное большое увеличение. Используют их для того, чтобы рассмотреть что-то, что нельзя рассмотреть обычным глазом. Какие ученые еще в 17 веке внесли вклад в совершенствование микроскопа? Первым из них является, разумеется, Роберт Гук, который создал достаточно такой совершенный микроскоп, с помощью которого увидел клеточное строение живых существ. Также еще можно вспомнить Антуана Ван Левенгука, который также изобрел очень хороший и мощный микроскоп с увеличением аж в 270 раз. Лупа и микроскоп служат основными увеличительными приборами, которые используют для научных исследований. Они позволяют увидеть поверхностное строение живых организмов, заглянуть внутрь их клеток. Устройство лупы. Самый простой увеличительный прибор – лупа. Основная ее часть – выпуклое увеличительное стекло, линза, вставленная воправо. Лупы дают увеличение от 2 до 10 и даже до 25 раз. Одни из них имеют ручку – ручная лупа, другие закреплены на специальном штативе – штативная лупа. Ручной лупой можно пользоваться не только в лаборатории, но и во время наблюдения на природе. Штативная лупа имеет столик и укрепленное под ним зеркало. Рассматриваемый объект кладут на столик и направляют на него свет с помощью зеркала. Это достаточно просто. Вот идет как раз-таки изображение такой вот штативной лупы. Устройство светового микроскопа. Микроскоп – более сложный прибор, дающий увеличение в десятки, сотни и даже тысячи раз. В школе обычно используется световым микроскопом. Он состоит из зрительной трубы, тубуса, штатива со столиком и зеркала. Зрительная труба имеет увеличительные стекла. Нижние собраны в объективе, верхние в окуляре. От латинского «Oculus глаз». Чтобы узнать увеличение микроскопа, надо перемножить цифры, указанные около стекол объектива и окуляра. Например, 20 на 7 равно 140. Это означает, что микроскоп увеличивает в 140 раз. Для рассмотрения объекта под микроскопом готовят микропрепарат. В принципе, можно, конечно, положить и просто какой-то интересующий вас объект под микроскоп, но увеличение будет не таким эффективным, как если подготовить специализированный микропрепарат. Микропрепарат размещают на предметном столике. В отверстие столика и зрительную трубу направляют световые лучи с помощью зеркала. Благодаря этому препарат освещается и его детали очень хорошо просматриваются. Винты штатива микроскопа предназначены для механического приближения или удаления зрительной трубы с линзами относительно предметного столика. Это позволяет установить такое расстояние до глаз, при котором препарат виден максимально четко. Этапы работы с микроскопом. Поставить микроскоп с ручкой штатива и окуляром к себе, а зеркалом к источнику света. Установить зеркало так, чтобы в поле зрения был хорошо виден освещенный круг. Смотреть в окуляр надо одним глазом, не закрывая другой. Третье. Положить препарат над отверстием в предметном столике и закрепить его зажимами. 1. Опуская зрительную трубу с помощью винта, следить, чтобы нижнее увеличительное стекло не касалось препарата. При малом увеличении расстояние между увеличительным стеклом и предметом должно быть около 1 см. 2. Отрегулировать резкость изображения винтами настройки. 3. Передвигать предметное стекло по столику. 4. Найти место, где клетки видны наиболее четко. Для того, чтобы все это хорошо работало, нужно приготовить микропрепарат. Для этого нужно нанести каплю воды на предметное стекло, снять тонкую прозрачную кожицу с внутренней поверхности чешуи лука, положить кожицу на предметное стекло в каплю воды, расправить кожицу иглой и накрыть сверху покровным стеклом. Вот здесь вот описывается такой микропрепарат, его изготовление. Но на самом деле, самый простой способ увидеть, как готовится микропрепарат для разглядывания под лупой, это оказаться на медосмотре. Например, у меня за последнее время, я дважды проходил медосмотр, и у меня дважды брали кровь. И именно там я видел, как готовится прямо при мне, вот у меня взяли кровь из пальца, и тут же прямо при мне кровь нанесли на одно стекло, и тут же аккуратно размазали, и нанесли сверху, положили второе стекло, для того, чтобы кровь оказалась сразу же подготовлена для просмотра под микроскопом. То есть, самый простой способ, это вот при медосмотре, когда у вас берут кровь из пальца, можно увидеть, как готовят этот самый микропрепарат. Правила работы с микроскопом. Переносить микроскоп следует двумя руками. Одной рукой держать прибор за штатив, другой поддерживать основание снизу. Микроскоп обычно достаточно тяжелый, у него очень плотное такое металлическое основание, поэтому и упоминается две руки. Следить, чтобы во время настройки линзы объектива не касались препарата, иначе они испачкаются, их придется протирать. Не трогать руками увеличительные стекла, не снимать их со зрительной трубы, это может сбить настройку микроскопа, и он сломается. После завершения работы столик необходимо протереть чистой салфеткой, а микроскоп можно убрать футляр, ну или как минимум накрыть линзы, чтобы они не покрылись пылью, что резко ухудшит работу микроскопа и его увеличение. Вопросы и задания. Какие основные увеличительные приборы вы знаете? Их два, обыкновенная лупа и микроскоп. Микроскопы бывают обычные, оптические и всячески электронные. Как устроен световой микроскоп? Довольно-таки просто. Он состоит из основания, штатива и тубуса. Тубус состоит из объектива и окуляра. И, собственно говоря, именно в тубусе находятся основные увеличительные стекла, которые и позволяют увеличивать. Также в световом микроскопе очень важное место занимает специальное зеркальце и лампочка, которые обеспечивают подсветку рассматриваемого объекта. Опишите этапы приготовления микропрепарата. Очень просто. Берете специализированные стекла. Они должны быть максимально прозрачные. Наносите каплю воды на это предметное стекло небольшого размера. Потом готовите, собственно говоря, сам то, что будете рассматривать. Это должно быть достаточно тонкий объект. То есть, что-то достаточно тонкое, что можно положить на это самое предметное стекло. Причем кладется как раз-таки на каплю воды. Далее расправляется аккуратно этот самый, то, что вы будете рассматривать, и накрывается сверху покровным стеклом. Это позволяет максимально качественно рассмотреть под микроскопом то, что вы хотите рассмотреть. Каковы правила работы с микроскопом? Они довольно-таки просты. Переносить микроскоп следует двумя руками, так как он достаточно тяжелый. Необходимо следить, чтобы линзы были чистыми, чтобы они не касались рассматриваемого объекта и, естественно, не запылялись. Для того, чтобы они не запылялись, микроскоп желательно хранить, ну, как минимум, на крытом, а лучше в специализированном футляре. Разумеется, нельзя трогать руками увеличительные стекла и не снимать их со зрительной трубы. Все это может сильно повредить стекла, испачкать их, а снятие стекол с тубуса вообще может сбить настройку микроскопа, и его придется отдавать в специализированную мастерскую. После завершения столик протирается, а микроскоп убирается в футляр. Продолжение следует...